Привет, дорогие друзья! Вы со мной на канале Маша Family Shorts Vlog, который мы ведем из Хайфы, Израиль. И сейчас мой голос немного изменится. И вот почему. Все оделись. Я сказала всем одеться, потому что, ну, чтобы мало ли там что завал или что-то, чтобы тело было защищено. Потому что у нас полный на букву. Знаете, какую происходит? Приложение не успевает загружать. Сирены в каких городах? То есть такого еще не было, вообще никогда не было такого. 500 баллистических ракет, говорят, выпущено на нас со стороны Ирана. Вот вы сейчас видите приложение, в котором показываются города, где была тревога. И дальше на карте красном отмечены места. То есть и на карте, и словами вы можете это видеть. Абсолютно все в красном. Видите, вся страна. Говорят, что сирены звучали в тот день около 3000 раз. Представляете, 3000 раз звучали сирены. И, скорее всего, практически все 3000 прозвучали именно за тот час иранской атаки. И вот мы стоим, и вот это вот все с такой скоростью, вот как вы сейчас это видите. И мы это все с этой же самой скоростью видим. И мы, естественно, даже не успеваем глазами прочитать вообще, где эти сирены. И сейчас вот у нас будет или нет. И поэтому мы стояли в коридоре на готове. И параллельно примерно в это же время или, ну может быть, там 10 минутами раньше в Тель-Авиве происходит страшный теракт. Причем в месте, в котором мы, может, месяц назад гуляли. И я вам делала об этом видео. Мы стоим в коридоре, одеты в хайфе, пока тихо. То есть мы стоим, просто ждем. Вот у меня уже, ну тут вот сумка висит. Тут на мне сумка висит. Тут вот наши вещи, ну такие минимальные, которые мы возьмем на лестницу, когда сейчас будем выходить. Шесть минут уже не было ничего. 30 градусов на улице я вот, видите, в куртке. Мы надели кроссовки, штаны длинные. Но пока говорят, что в Тель-Авиве есть попадания прямые. В хайфе пока ничего. Вот три волны было выпущено. Ну даже в апреле было меньше. В апреле у нас было 150 штук. Сейчас то ли 400, то ли 500. По разным источникам разная информация. Я предлагала вот своим идти в метро. Идти, но они отказываются. Говорят, что лучше может быть здесь. Но может быть это и правда лучше здесь. Потому что здесь же тоже есть как бы Меклад. Это такое вот убежище внутри дома. И там хотя бы есть несколько выходов в разные стороны. А из метро только один выход, понимаете. И если не дай бог его завалит, то вот у нас уже бабушки волнуются, пишут. Вот видите бабушки. Папа спокойно стоит. Я понимаю, конечно, что когда выйдет это видео, вы уже... Уже все это, то надеюсь, я закончится. Вот. Но в принципе все нормально. Не совсем все нормально. Позже именно в этом видео я вам расскажу, что было дальше и что произошло. Как бы не паникуем, стоим. Все хорошо. Иранская атака закончилась. И на следующий день мы решили, что довольно-таки безопасно будет выйти на улицу прогуляться. И мы решили это сделать, так как уже практически неделю не выходили на улицу. А в магазины мы бегали мелкими перебежками между местами, где можно укрыться при бомбежках. И даже машину, которую нам оставил наш родственник Илья, уехав на отдых в другую страну, мы не использовали. Потому что это просто опасно. Сирены звучали каждый день. Да, в Хайфе не было особо сирен. Было всего три за неделю. Но это же не значит, что их не может быть вот в данную секунду. Так как в пригородах их было очень много за эту неделю. Ну а вообще весь год продолжается бомбежка со стороны Ливана. И вот как только закончилась иранская атака, продолжилась ливанская атака. И вот даже в данный момент нас продолжают бомбить со стороны Ливана. Поэтому о поездках на машине и говорить не приходится. Мы-то думали, что мы покатаемся по Израилю, когда у нас будет такая замечательная возможность, как машина. Но, к сожалению, все пошло не по плану. Ну и с юга тоже иногда бывают еще активности какие-то со стороны газа. Да и с востока тоже. Поэтому получается, что люди живут как бы немножко по теории вероятности здесь. Ну то есть вот если сирены на севере, я не знаю, в течение нескольких месяцев, то вряд ли они будут где-то в центре страны в это же время. Поэтому в центре страны, допустим, можно там спокойно передвигаться на машине, а там на север лучше не ездить, потому что там каждый день сирены. Очень здорово жить на последнем этаже. Видно море, порт. Здесь хочется находиться. Не говорите, что я сумасшедшая. В данном случае я имела везу в чистоту города. Здорово прогуляться. Мы здесь были, конечно же, и не один раз, но в темноте. Ну, возможно, был какой-нибудь мелкоморосячий дождик. Это была зима. Граусов 13. Ах, вот это куда мы вышли. Поняла, да, поняла. В санкурузе, да? Здесь мечеть. Поэтому вот так вот. Пальмовая Киевси. Как вам? Ну, как это закрыто? Не может такого быть. А почему оно должно быть закрыто? Не может быть, чтобы оно было закрыто. Гиннесс вон рядом. Тут ирландский Гиннесс. А почему? Сколько времени? 11 утра. Там женщины. Вот именно. Я говорю, ерунда это какая-то. Ничего не закрыто. Вход с другой стороны. Пальше не открыто. А, странно. Странно, странно. Может, они только на доставку? Порттаун. Это улица, которая выходит к порту. Обычно, если приезжает лайнер, он стоит вот прямо за этими пальмами. Что, оно откроется в 12? Через 4 минуты? Не знаю. Ну, что, будешь брать комбар? Не знаю. Не сбывайся. Не, не ем. Взяли, ждем. Как красиво. Вот я не понимаю. Ну, вот зачем сюда стрелять? Портить такую красоту. Рош-Хашана раньше праздновали так. По-моему, тоже забыли купить. Еще бы знать, что это такое. Ну, таморышки стоят. Нельзя показывать. Не, ну, то, что раньше в Новый Годь не ели. Тэкси. Маргарита. Мохито. Бюргер. Ааааааа! Натема полностью. Ну что, к барсику? К барсику Так, мы еще берем муку, которую мы брали У наших родственников Потому что Я тут что-то пекла И, короче, понадобилась мука Пошли Так, ты мне зачем дал никоновские тапки? Ну ты не можешь, что ли, дать мне моего размера? Ты читала эти тапки Ну там две пары же зеленых Второй никон, что ли, одел? А, ну пошли А, ну не, значит, мои ходят Так, поднялись Сейчас будем смотреть, что у нас там делается Так, вот так вот мы заходим Есть маленький свет Барсик запер у нас на ключ, чтобы он не выскочил сюда Так нам велено было Такие указания Свет есть вот здесь вот Командование тыла Да Командование тыла Да, тыл, который сейчас находится в Европе Вот, сейчас, значит, смотрите Мы поставим эту муку на кухню к ним Сейчас включу свет Так, где у нас? Тут старакан огромнейший Еще ты свет не могу Нащепла, да Нет Ура Старакан Нет, муха какая-то Да, сейчас поставим Где эта мука была, Вить? Ты поставь ее, пожалуйста Да, хорошо На место Я возьму Барсику корм А новый надо брать А вот же какой-то стоит Только ложка А, да, только ложка А, ну давай баночку тогда с кормом Сразу же Ага, давай, открывай Так это нужно Возьми Ой, тут картошка Так это наша Господи, так у нас полно картошки Да, можно не покупать А, ну давай, хорошо Ну открывай, потому что У меня одной рукой-то не открыть Вот, покажи, какой он корм ест Вот этот он очень любит А, это вообще самый мерзкий Это фрискос Зачем они его этим кормят? Вот вы видите, что это не реклама Да А зачем они? Надо и прорекламировать Если что, заказывайте, пожалуйста Да, да Ой, это такой хороший корм Классный Лучший корм в мире Всего Тысячи котов из тысячи одного Сдохли его, едя Да не болтай Слушай, ну это самая, по-моему, отвратительная мерзость Которая только могла быть Зачем мы кормим Этим Барсика Да Ну пойдем Да, подожди, давай я зайду Может, ничего Нет, спасибо Да Ложечку за котика Пошли отсюда Открывай дверь Ну тут надо открыть и сразу же свет включить Так, надо дыхнироваться Да, тихонечко Барсик главный Да Мяу-мяу Мяу-мяу Привет Барсик, ты посмотри Это же мы вдвоем Барсик Барсик, смотри Мы скоро Ты забыл меня, да? Ты забыл Ты посмотри, что я тебе принесла Ты где? Он уже не там Он уже чухнул оттуда Ребята, он уже оттуда чухнул Скажите, двое вас Что-то вы пришли Пойдем Скорее кушать Пойдем Барсик Пойдем кушать Барсик Иди сюда На балконе будем кушать И смотреть салют Из Ирана Сухой корм Это самое Барсик Он плохо его ел О, молодец Да, ну давай Клади тогда ему А ты моешь эту миску? Ее надо моть Мою Я вот ее У меня даже завернутая губка Специально вот лежит Мою Но сейчас уже, наверное, он поест Может, в следующий раз помою Ну, давай Перед Новым годом Да Барсенька, иди сюда Иди сюда, мой хороший Такая вот банка корма На 2 суток Барсик, иди сюда Смотрите Он выглядывает Да А, ты боишься, да Ты меня забыл? Я тут, понимаешь ли Не заходила Несколько дней И он меня забыл Вот так вот бывает Еще неизвестно Еще неизвестно, да Чего вообще-то сюда Пришла И что тебе надо Ну, иди сюда Иди, мой хороший Иди сюда Мы же уже почти гладились Я же уже брала тебя на ручки Да Заходи Пойдем То, иди, иди Я уже боюсь меня Какой странный кот Все-таки, да? Мне не надо Я боюсь Ты схватишь меня Да Ты меня схватишь Ты вытащила руку Уже досталась Ты меня схватишь Да тут безопасность полная Просто очень голодный Да Ой, шипишь немножко Ну ладно, тогда не буду Я знаю, что уже опасаюсь Зубки тут у тебя острые Ну-ка, Витя, выключи Нам свет Или потом уже Ладно Сейчас пусть доест Хочу посмотреть Чего к ней делается А чего не делается? Вот здесь у нас сейчас Ничего не делается Но, наверное, делалось Восемь вечера Просто нас здесь не было Потому что было бы Долго бежать До убежища Ну, в общем-то К нашей квартире Марсик перешел Под кровать И сел Сейчас он сидел Смешно попой На этой вот Гантели Скажите, страшновато Все-таки еще Мало ли, что там Придумали Что берете? Конфеты Какие? Чуть-чуть Берем, да? Чуть-чуть Сейчас это Растяжимое понятие Нет, ну, как раз Именно, что это Сужаемое Ника, ну, ты прикинь Может, в пакете лучше брать За них тут все дышат Плюют В пакете стоит 500 тысяч Евро А мне У меня нет 500 тысяч евро Да? Ну, чуть-чуть Возьми этих чуть-чуть Можно этих чуть-чуть взять, да? Я зеленых Себе возьму Да Хорошо Можно один пакет? Да, я думаю, да Я думаю, что можно, да Посмотрим, какие будет более Хватит Прошло полчаса Посмотрите, какой вид у нашего папы Никусь не слипнется? Я уже не очень много Ну, мы так не договаривались Слушайте, ужас какой-то Ну, да Понятно, а мало ли, может, через секунду будет у нас Ты же знаешь, как это бывает Ну, через секунду встану Так Мальчик Все уже Все уже Тебя никто не спрашивает Яйца курицу не мучает Ну, правда ведь Выйти, когда нет Натянуть шорты задом наперед И лохматая выскочила на лестнице Зачем-то надев на себя куртку Все-таки жизнь в северной столице из меня не выбить Когда я вышла в убежище, на лестнице уже стояло много народа Мы ждали страшных взрывов прямо над головами Как это было тогда, когда мы стояли в коридоре Но сирена при этом была не в хайфе Но ничего не произошло Бахов нет Стоим Ложное, что ли Главное, чтобы сюда ничего не упало рядом Собака Он тут с нами опять Видит, это один зеркало В руку убили Вообще нет взрывов Куда вообще никого не узнала Куда вообще никого не узнала